Что-то откуда как бы, а, подожди, сейчас вспомню, кто-то явился молча, что-то так, я все там, ну, в общем, послал его куда подальше, люк свой открыл и туда его выкинул на переработочку. Откуда кто это поставил, где это было, как бы, ну, оно, понимаешь. Дашка, вот смотри, мы всегда рассказываем это, и у тебя снова ошибка. Вот это первая ошибка, которую я сразу услышала. Илья, не против, если я немножечко направлю? Во время сеанса мы говорим, что иногда мы пользуемся, это всего лишь конструкция, понимаешь, механизм. Вот тот люк, о котором ты говоришь, это всего лишь конструкция, которая работает во время сеанса. Потому что если человек там находит у себя 20-30 подключек, ему все перерабатывать поймет, что он. Но если он начнет это все менять форму, чтобы менять наполнение, этот сеанс будет очень долго идти, у человека просто не хватит энергетики. Поэтому мы всегда говорим после конца сеанса, все конструкции, все механизмы, которые висят там, двери, люки, что бы ни было создано, все расформировать. Все полностью закрывается, расформируется. Когда ты работаешь сам, никаких конструкций тебе не нужно. Зачем тебе костыли? Ты уже ходишь, правильно? Ты нашел энергию, ты ее учишь перерабатывать. Ты ее прорабатывай. Ни в коем случае не нужно там куда-то открывать, какие-то порталы, куда-то что-то выбрасывать. Это энергия. Понимаешь, энергия не бывает плохая или хорошая. Наполненность бывает энергией, но это всегда энергия. Как ветер. Разве он бывает плохой или хороший? Последствия от ветра бывают плохие, хорошие он бывает, сильный, не сильный. Но такого как плохое и хорошее нет. Вытащил подключку, нашел. Это у тебя штекер, это у тебя там порт какой-то. Ты смотришь, кто это с тобой взаимодействует. Это эгрегоры какие-то, это человек какой-то. Откуда это? Прорабатывай. Ты ее сжимаешь, ты ее греешь в руках, ты ее разминаешь. Не суть. Вот Илья всегда говорит, откуси. Можешь оторвать кусочек, откусить. Можешь сожрать, проглотить, порвать. Как угодно. Провзаимодействовать, поменять форму, чтобы изменилось наполнение. А вот эти портальчики все разные, забывай, это всего лишь конструкция. Люк на время работы для того, чтобы экономить, во-первых, энергию твою в первую очередь, во-вторых, время. Потому что сеансы и так идут по три, по четыре часа. Это очень долго. Вот и все. А дальше в дальнейшем просто сам, сам, сам. Илья, прости, я перебила. Я правильно сделала уточню? Что мешает тебе сейчас взять и погрузиться, допустим, в область груди и посмотреть ощущения? В область груди? Угу. Ты сквозь воду смотришь? Да, у меня тут что-то это пульсирует. Я пытаюсь разобраться, что это, откуда это. Это появилось вот это ощущение. Я каждый вечер ложусь, просматриваю, пробую найти, посмотреть. Это то ли, ну знаешь, вызывает какое-то чувство такого легкого страха, как бы бум, бум, вот так вот. Ну что за фигня? То есть как будто бы, знаешь, кто-то там молотком сидит и стучит в одно место. Я пытаюсь найти источник этого, то есть откуда вот это идет. То есть это уже отражение, оно уже где-то во мне здесь отражается. Где источник? Я ищу именно источник вот этого. Вот, то есть откуда это идет, чтобы корень дернуть сразу. Не саму штуку выдернуть, а корень выдернуть. То есть я туда, ну скажем так, принцип, как я вообще в принципе работаю, да, я проникаю в саму суд. Да, так и надо, вот проникнись. Я ищу именно оттуда, потому что если я уберу верхушку, а корень останется, оно рано или поздно прорастет. То есть, скажем так, я не решу проблему, я лишь выиграю там какое-то время, чтобы подумать. Если там уже не получается, да, я могу рубануть как бы сверху, отрубить, чтобы мне было время немного успокоиться и, скажем так, Ну не надо рубить, смотри, у тебя болит палец. А ты вместо того, чтобы там с ним работать, лечить, его отрубаешь. Ну это выход. Нет, конечно, я согласен. Ты какой-то такой вечный сумбург. Вот найди источник сумбура в голове. Вот прям сейчас. Раз уж такая пьянка, начали работать. Что тут сумбура? Я думаю, это связано со скоростью моего мышления просто. Чем быстрее я мыслю, я теряю как бы нить мыслей и все. Тем хуже. Тем хуже, да, для меня я знаю эту проблему. Плюс еще на то, что я с головными болями борюсь. В общем, тут либо... А это все один из причин, одна. Это какой-то некий блок, и он тебе не мешает вспомниться. Вот, может быть, да, это и он. Но я боялся что-то сделать не так. Я даже когда начал работать, я думаю, сейчас я тут наворочу, потом не разберусь, о чем я наворотил. Это меня останавливало. А после я уже подумал, ну сделаю и что, посмотрю на результат. Буду делать выводы, как надо делать, как нет. И, собственно говоря, вот я как мыслил, да, ну сейчас я, допустим, съем это. Ну съем, ну хреново станет. Ну что, поваляюсь, покорчусь. Зато пойму, что это такое. Как бы это не смертельно. Выкакаешь, не переживай, да. Не смертельно. Да, в общем, как-то так. И я потихоньку, потихоньку. То есть, ну вот этот страх, он реально, да, вот здесь вот в груди что-то сидит. Я об этом знаю. Я об этом знаю, но зараза сидит и как бы... Трах чего? А вот смотри, вот ты погружаешься туда, и что идет? Какие ощущения? Пульсация идет такая. Бум! Вот она. Да, дальше что? Вот как? Чем можно сравнить? Какие образы приходят? Светло-темно. Или какие ощущения? Там темное пятно какое-то. С дыханием что? Да, да, да. Ну вот угадай, почему. Погружайся, что это такое? Не знаю, я почему-то вот... Самое первое, что я увидел, это черный шар. Внутри. Вот в этой области. Вот что это за черный шар? Подожди, давай я его в руку возьму. Давай. Не знаю, ну, сфера какая-то круглая, и причем она твердая. Погрей его в руке, она теплая, холодная, как ты чувствуешь? Холод. Ну вот я просто ощущение считал, как от него пошло на кожу. Холодок такой, легень холодок идет от него. Правда, надеюсь, ты с ним как-то измени его свойства. Вот допустим, он холодный, ты его погрей. Какие образы ловишь? Не знаю, пока что-то ничего не делаю. Трансформируй его, поменяй форму. В руках помни, пожми, сожми, как угодно. Внутрь залезь. Внутрь. Не знаю, какое-то тороидальное образование внутри структура, просто тор. Внутрь, и смотри, из него. Что это за водоворот там у тебя над головой? Что это такое? О, ну тихо. Когда ты из него смотришь. Тихо. Ну, слушай, смотри. Вот, да, я смотрю из тора, как бы, вот он, водоворот. Потом внутри идет какая-то спираль, спираль, которая по всему кругу идет. Что с тобой при этом происходит? А наверху ворота белая. Как вода закручивается, вот так. Только я не могу понять, в каком она направлении. Вот вращение идет вот так, или вот так. И она мне входит прямо в башку. Почему вода в тебя входит? У тебя такое ощущение. Вот смотри, что это за момент. Иди чуть раньше этого момента. Чуть ниже смотри. Чуть ниже. Чуть второй шар какой-то образовался. Воронка цвет поменяла. Она какая-то, как на Юпитере, вот такого цвета. Вот так, вот с песком каким-то. То есть это получается загрязнение какое-то, что ли, которое не нужно? Давай сейчас без анализа. Вода, песок, еще дальше. Да, да, да. Просто смотри. Да, просто образы. Ну давай, ладно. Еще чуть глубже. Чуть ниже. Я сзади, я сзади вижу просто вот что-то. Сзади светящаяся сфера за мной туда дальше. Сзади свет. Что там еще, кроме света? Там облачка какие-то я вижу. Ну вот. Оно среди облаков, но светит хорошо. Облака не совсем мешают. Я думаю, что для идеологи... Что ты при этом чувствуешь? А, что я при этом чувствую? Вот ты сейчас описал. Вода, воронка, там как песок какой-то, а сверху как небо и солнышко. Ну условно. Что ты при этом чувствуешь? Меня трясет. Вот так поток идет вот куда-то сюда, и он уходит в левую почку. И вот там вот есть ситуация такая. В левой почке что там? Знаете, что-то лежит, похоже. Ну? Ну вот образ пришел, вот он, топор. Удар какой-то, правильно? Ну да. Какой-то удар. То есть был, видать, это его, этот остался, как его... А сейчас, блин, Горяев говорил об этом. Там след энергетический. Забудь о памяти. Не вспоминай из того, что сейчас. Вот работай с тем, что там идет. Фантом получается. Вот фантом чего? Давай, кто ты, как ты выглядишь в той момент? Давай посмотришь. Когда ты видишь водоворот, значит, ты где-то существуешь относительно этого водоворота. Посмотри, кто ты. Вот, кстати, проблема у меня еще в том, что я не понимаю как бы моментов из... Выключи мозг, а то сейчас будет нечего выключать. Я пирак, ну и... Сашка, смотри, логику отключаешь полностью, вот никакой... Снова всплываешь, ты боишься, там страх. Почему там страх? Ну-ка давай, ныряй. Страх, почему страх? Давай посмотрим, чего ты там боишься. Почему там стоит блок такой мощный, что тебе до сих пор он пробивает. Давай, ты видишь воронка, водоворот, вода внутрь входит, поток этот внутрь входит. Кто ты? Внутрь кого входит этот поток? Может, ты лягушка там в воде плаваешь? Или кто ты? Давай смотреть. Не знаю, я сейчас вижу какую-то, блин, ну, что-то вот здесь вот в пространстве, похожее на... Ну, не розетку, а разъем какой-то вообще с квадратной какой-то фигней. Хорошо. А теперь, Саш, смотри, давай переключимся из энергетического плана на план физический. В тот момент, когда на энергетике ты чувствуешь вот этот водоворот, когда вот этот черный шар у тебя, что в груди начинает с тебя устанавливаться, когда ведь кто ты тогда на физике? Когда это произошло? Вот теперь мы смотрим не на уровни энергетики, а на физику. Что соответствует тому моменту? Что соответствует тому моменту? Да, да. Вот кто ты в том моменте на физике? Как это происходит? Да я не совсем понимаю. Ну, на физике просто дум-дум, оно вибрирует. Хорошо. Вибрирует внутри кого? Внутри меня. А ты кто, посмотри на свое тело. Чуть раньше давай. Как ты выглядишь? Почувствуй то тело и почувствуй, каким оно было чуть раньше. Когда то тело не вибрировало, как оно выглядело? Ну, оно, скажем так, было просто все прозрачно-голубое. Бирюзовое. Вот посмотри, когда оно чистое, спокойное, это тело, как оно выглядит? Как ощущаешь себя? Не знаю, образ просто идет, вот мужчины, у меня волосы длинные такие вот сюда зачесаны, но почему-то вот с этой стороны я вижу, вот как будто бы тень какая-то часть закрывает, вот так. Волосы ли это и тень ли это? Может, это одежда? Как-то. Волосиная одежда. Ну, может быть, я не знаю. Давай, посмотри. Ничего не слышу. Я говорю, какой-то женский образ вообще пришел. Глаза закрыл, и женская черта. Или я это как-то увидел. Ну, погрузи сознание в нее, кто это. Знаешь, в чем проблема, я понял. Я башкой пытаюсь проникнуть туда. И я не совсем понимаю, как вот эти вот, я работаю с этим, пробую вот этого избавить. Вот смотри, есть мозг и мысли, вот это вот все, это инструмент такой, компьютер, скажем так. А есть твое сознание. Я же статью написал. Вот ты выключаешь вот этот вот мозг, он тебе пока не нужен, который образы, там, с информацией работает. А вот именно оставляешь одно сознание, как маленькая пустота. Да-да, и вот ты этой пустотой скользишь, и просто не включая мозг, просто пропускаешь через себя информацию. Давай еще. Я понял, с этим я тоже работал, как бы я смотрел вот отсюда, и с лба как будто бы я радиолокационная станция, скажем так. А вот теперь радиолокационная станция, которая принимает, она может, вот антенна такая впуклая, да, как ложка, и вот тут вот в центре антенны, как спутниковая, есть вот некая точка восприятия. Вот ты вместе с антенной точкой восприятия скользишь в то прошлое, не передавая информацию в компьютер для обработки, просто принимаешь. Обработаешь потом. И рассказываешь. У меня все равно память врубается почему-то. Я пытаюсь вспомнить, когда, где этот момент был. И сейчас я попробую... Не вспоминай, просто расслабься. И где-то что-то скукуживается. Вот где что скукуживается? Почему? Тоже посмотри. Я сейчас просто поводил этой штукой. И образовался вот такой вот синий, вытянутый... Как цилиндр, что ли? Нет, не цилиндр. Это получается как рвал, только он еще более вытянутый, близкий к ромбу. Но это не ром, потому что у него концы закруглены. Он у меня в руке... Он у меня в руке... Ну, я его уменьшил просто. Что-то такое. На ощупь оно металлическое, мягкое, твердое. Нет, оно мягкое. Мягкое такое, приятное. И причем он чуть сжимаешь, он липкое. Что это такое? Понятия не менее. Что-то похожее на какой-то, ну, кристаллов, что ли, только жидкое. Жидкое, мягкое, еще и ледное. Тепленькое, холодненькое? Я не чувствую, не понимаю. Нейтральное, понятно. Ну да, что-то нейтральное. Смотри, Сашка, если это что-то нейтральное, оно воспринимается как нейтральное. Скорее всего, это что-то твое. Ты его чувствуешь как твое. Но так как оно мешает и оно имеет форму, скорее всего, это блок. Давай посмотрим. Или что это? Ну, на блок я просто никогда, скажем так, не видел этих блоков. Может быть, это он и есть, кстати. Потрогай его, и как ты чувствуешь? Вот сейчас я чувствую теплоту, но он почему-то видоизменился, и из него, из низа, как знаешь, такие линии вышли и замкнулись вот сюда. То есть это какая-то... Башка мне мешает, зараза, блин. Начинаются там эти... Преобразить физику. Ну, как бы... Я пытаюсь ему форму задать, там какой-то антенны. То есть, да, это что-то мое, похоже. Зачем тебе задавать ему? Ты наоборот принимай от... Вот только принятие, понимаешь? Антенна только на прием работает. Только на прием, не на излучение. Да. Так, эта хрень сразу же распалась, которая... Я имею в виду вот эти линии. Неприятное ощущение какое-то. Вот он на мне стоит, и он на руке неприятно немножко такое какое-то. Ну, просто неприятное ощущение. Попробуй одно слово. Неприятно, липко. Что это? Ну, липко я сказал, что он липнет. Да, да, да. Вот одно слово, с которым у тебя ассоциация может... Как ты можешь одним словом описать то, что ты держишь в руках? По ощущениям, если пойти. По ощущениям. Когда ты чувствуешь это, что у тебя... Ну, не знаю, не могу так описать. Погрузи сознание внутрь, в центр этого. Да, что почувствуешь? Не знаю, не получается. Съешь это, съешь это. Что? Какое ощущение? Давай, попробуем. Оно липкое, вязкое, прям как жвачка. Съешь его. На эмоциях что это может быть? На эмоциях это когда ты знаешь, вот куда-то пытаешься пройти, а тебя как резинка такая, шпинг и обратно. У меня вот это часто происходит. Эта штука не дает тебе и вспомниться, и прочее. Вот съешь ее, перевари, сломай, съешь. Пусть твое подсознание уберет этот блок, который... Залепили память условно. Да. Твое я. Кто тебя залепил? Это твой страх или это чей-то? Давай посмотрим. Давай я задам сейчас вопрос. Ну, это... Надо, наверное... Все слил. Доедаю кусок остался. Доедаю, вот прям до конца. Все, я проглотил всю и остался... Ну, как бы какой-то... Что-то наподобие фантома осталось. Значит, надо ее слезать просто. Все, и вот так еще рот вытер, блин. Хорошо. А вот этот жест у тебя в этой жизни есть? А, вот так? Да. Нет. А вот откуда он появился? Вот давай, вот сконцентрируйся в этот жест. Вот весь уйди. Вот это чей жест? Опиши этого человека, расскажи о нем. Это не мой жест. Я обычно лицо вытираю. Да-да-да. Вот откуда именно этот жест? Может быть... Размарчистый такой, вот прям, ну прям вижу. Ух. Да. Ну, значит, оттуда, Илья. Я даже вот логикой, когда смотрел, как бы, ну, просто фильм, да... Выключай логику. Выключай логику, вспоминай. Были же первые проблески. И сейчас вот проблеск был, испугался, ушел. Побежал. Вот из-за этого блока. Сейчас блока нет. Вот сейчас должен поток пойти. Смотри. Без называний. Вот как с нуля. Вот давай. Липкий, теплый, темный. Это был страх твой. Ты его уже сожрал полностью. Сказал, что его уже не осталось, этого блока страха. Теперь давай смотрим, что... Антенна на прием. Это пустота перед ложечкой. И вниз скользишь. Я вижу, что я по какой-то лестнице спускаюсь куда-то. Вот спускайся по лестнице. Куда? Помещение какое-то. Мозг, выключи. Спираль вижу. Вниз просто вот так уходит. Такая вот воронка, что ли. Вот смотри, вся визуализация, это верхние лобные доли мозга. Они выключены, помни об этом. Вот ощущения. Если картинки приходят, они снизу приходят. Смотри. Ну, пока ничего не вижу. Просто, ну, пустота черная. Ну, вот, будь в ней. Заполняй ее. Дай ей немножко энергии. Отцвети эту комнату. Да. Ну, я вот фонарик включил, так и вот так вот вожу. Все видишь. Вот так вот полусфера. И от нее, ну, что-то типа как дорога, только это облачка, что ли, какие-то. Они просто в пространстве. Я подошел к этой штуке. Там просто белая дальше. А что там, даже не знаю. Ну, вот, со знанием на загривок и идешь вниз в прошлое по позвоночнику. Сознание на загривок, это как? Это на мороз, что ли, перевернуть все? Вот, если бы ты не думал, ты бы сразу сделал как-то траконожка. Просто иди, не думай, с какой ноги ходить. Вот ты начинаешь думать, как это ходить. Да, мне башка мешает, я знаю это. Мешает это, мешает голова. Она всем мешает, да. Ну, я использую те методы, которые ты давал. Пробую, как бы, все это делать. Когда не получается... Я тебя спрашивал об этом, что ты там используешь? Я делюсь просто, спрашивал. Я понимаю, что тебе лишняя эта информация. Да. Что чувствуешь, Сашка? Ну, сейчас мне спокойнее, правда, стало. Оно есть еще, видать, но остаточный эффект. Ну, если бы ты посмотрел, когда ты его себе поставил, конечно, стало бы еще легче. Но ты почему-то очень быстро-быстро убежал оттуда, где ты говорил там солнышко, небо, тучки, вода. Что это было? Понимаешь, это ты, вот, понимаешь, выход там, где вход. Вот в той ситуации ты поставил себе блок, ты его убрал, этот блок, ты его проработал. А что ты проработал? Ты не понял, что ты проработал, понимаешь? Да. Вот иди обратно. Вот иди обратно в тот момент, когда мы смотрели водоворот. Ты видишь, как проникает этот поток внутри тебя. Он понял. Да. Ну, сейчас он, я теперь тут же вижу из нее вот так какая-то фигня. Она просто, ну, она в стороне от меня. Я в стороне стою, смотрю. Вот так вот идет вниз. Тут какие-то блоки, что-то такое. Зачем я его себе поставил? Да я его себе поставил, получается. Ну, ладно, я его себя спрашиваю. А, погоди, опа, я вижу момент, когда я что-то беру и вот так все в грудь влюбляю. Может, ищи-то. На физике что это было? На физике? Угу. А, это кусок пластилина какого-то. Что-то просто, да. Ну, только зачем-то. Сашка, вот смотри, как ты выглядел на физическом плане? Ты говоришь, ты себе поставил. Это же на энергетике. На физическом плане человек себе кирпич внутренний сунет. Давай посмотрим. Когда это произошло на энергетике, кто ты был на уровне физического тела? Ну, это тоже я был. Ну, вот ты. А как ты был одет? Нет. Не знаю, то ли я херню какую-то вижу, как... Там какой-то старик стоит. Причем такой неприятный. У него вся кожа вот так вот скомкана, и такой нос неприятный. Он так вот медленно сейчас повернулся. Ты себя ощущаешь? С ним его палкой. Да, ударь и вот к ней как-то про взаимодействие с ним. Палка-то хорошая шкафа. Угу. Он как будто бы за мной повторяет. Я так делаю. Палку ударил, и он быстро такой пошел. И снова включил мозг. Ну да, я знаю. И картинки пошли из мозга. Из мозгов. Блин, надо, короче, этим работать. Надо работать серьезно с этим. Ну ладно. Домашнее задание тебе, Сашка. Вспоминай, как ты выглядел тогда. Вот первое, что тебе нужно... Понимаешь, вот выход найти. Вот ты себя заблокировал в том моменте. Мы уже определили, ты уже увидел страх там. Вот возвращайся в тот момент и пойми, почему ты боишься, что произошло. Иди навстречу страху. Иди навстречу страху. Нужно выйти из этой ситуации. Двери найди. И как убегаешь. Куда ты входишь, туда и выйди. А ты убегаешь. Ты постоянно, то у тебя будет дедушка, то слон там будет бегать. Неважно. Пока ты не решишь заглянуть, что произошло на самом деле. Как с полохи идут, вот картинки настоящие. Но ты через этот... Болезненное воспоминание, скажем так, не можешь пройти. Чтобы вот так вытирать, это нужно быть или маленьким ребенком с сопливым носом, или мужчиной, желательно с усами. Потому что у женщин вряд ли такие длинные вырастут. Чтобы так вытирать, понимаешь? Вот вспомни. Я бы постараюсь вспомнить. Ну, в принципе, давай тогда что, про отзыв, блин. Да, нормально все. Поговорим, да, Илья? Ты вспоминай. Вот это вот вспоминай тебе сейчас домашнее задание. Вернуться. Вот ты увидел это что-то воронка. Что отзывать? Был сеанс, а сам ни хера не работаешь. Ты это хочешь в отзыве записать. Забей. Нет, нет, нет. Тебе нужно вспомнить, и отзыв уже по конечному результату. Уже по положительному. Отзыв я хотел бы по самостоятельной работе, а ее нет. Вот то, что вы его пнули. Ну, да, мне когда-то один человек сказал, говорит, его пинать надо. Я реально убегаю от страха, ну, как бы, от страха. Это есть. Он мне так разно... И вот найди источник. Когда ты в первый раз начал убегать от страха, от болезненной ситуации, вместо того, чтобы проработать? Да, я понял. Я поищу, займусь этим вопросом плотно, и, соответственно, зайду. А так, в целом, блин, сейчас я себе так на физике взяли. Я уже месяц без работы сижу, просто жесть. Да, это рано и поздно скоро все будут с этими вещами понятными. По всему миру уже голод будет и все прочее. Искусственный коллапс, так что не парься. По возможности консервы, да, и не впервой, да. А куда мы денемся, Илья? Посносим мы всем голову, условно говоря, и все дела. Я понимаю, это придет время. Знаешь, я уже хожу и жду, блин, дайте мне вот этот трибунал. Сашка, ну вот смотри, общее поле очень хорошо работает и формируется. Мы буквально или вчера, или позавчера с Ильей о тебе разговаривали, что как-то там, интересно, нужно как-то найти. Тут ты сам написал. А тут ты сам написал. Понимаешь, вот, ну разве это не общее поле? Это общее поле. Я знаю, что я там нахожусь, как бы, и... Все нормально. Все нормально, я как бы в теме. Просто если меня нет, это значит, я чем-то занят, и я что-то там пытаюсь как-то сам запедрить. А сегодня вот я Мишину посмотрел, думаю, блин, реально, блин, Илья же там в гараже там мастерит, надо закинуть. Ну мало ли, нету чего. Да просто мысль пришла, я просто взял и сделал. Недавно. Молодец, все, сработало. Звоню, звони, я только раз. Ё-моё. Ну, вот, видишь. Работай с этим страхом, иди навстречу. Санька, работай с этим страхом, разбирайся с ним, выздоравливай. Ты еще, ну, набирайся сил. Я еще жив. Меня трудно убить. А, все нормально будет. Живы будем. Будем. У меня, кстати, мое имя Андрей. Андрей, блядь. Савел, что Саша, да. Савел, да. Савел написано. Что я Сашка? Савел. Савельев фамилия, или Савельев, да, по-моему? Савельев, Андрей Викторович. Да, Савельев. Точно. Это где брат Сашка, правильно? Нет, брат у меня Женя, родной. Почему не Сашка? Александр, это брат моего отца. В общем, не суть. Не суть, короче, да. Андрей, я понял. Чего я тебя с Сашкой-то? Ты с другим перепутала. Я понял. Он похож. Он похож, да. Все, у нас свои глюки уже. Да, я понял, Илья. Тебе добро, как говорится. Я понимаю, как там это. Пока.